Алло, Павел Игоревич, здравствуйте, это вас 11-я поликлиника беспокоит. Скажи, пожалуйста, как вы себя чувствуете сейчас? Студенты-волонтеры сегодня одни из главных помощников врачей рязанских больниц. Своеобразный колл-центр в поликлинике номер 11 работает в горячем режиме. Обзванивают больных, которые на домашнем лечении и узнают о их самочувствии. Инфекция распространяется все сильнее, все больше, и, к сожалению, медперсонала не хватает. Поэтому многие наши инициативные студенты приняли решение помочь врачам и самостоятельно изъявили желание волонтерить в поликлиниках. В настоящее время студенты занимаются тем, что опрашивают людей, спрашивают их самочувствие, именно людей, которые в настоящее время проходят лечение от COVID на дому. Помимо этого помогают с заполнением документации в регистратурах и отдельной просьбой врачей, все, что связано с документацией в основном. Ординаторы также работают с врачами в красных зонах. В больницах региона на боевом посту 152 человека, в 10 поликлиниках и 2 стационарах. Вот уже второй год именно волонтеры доставляют продукты и медикаменты больным с COVID-19. Работа всегда есть. И работа, на самом деле, очень большая. Но мы все, естественно, стараемся справляться с этим совсем, то есть помогать как по максимуму наших возможностей, соответственно. Бывает, что, конечно, тяжело, бывает, что готовы сдаться, но потом собираемся с силами и вновь, вновь идем. Иногда, кстати, люди волонтеров не очень-то и жалуют. Кто-то скажет спасибо, что не забыли, а кто-то может и нагрубить. Но помогать людям, говорят ребята, это выбор осознанный. Не скажу, что я прям хотел с детства быть врачом, вникал как-то это все постепенно. Знаете, когда был в седьмом классе, тогда публиковали такой журнал «Тело человека», кажется. Я увлекся им, посмотрел, почитал, понравилось. И вот так, может быть, решил выбрать профессию врача. Безвозмездная помощь волонтеров – одно из самых ярких и позитивных событий нынешней пандемии. Практика, которую ребята получают в стационарах и медицинских учреждениях, по их собственным словам, драгоценна. Опыт понадобится им к началу собственной интернатуры. Герман Гущин, Михаил Азоткин, телекомпания «Город».